МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Сегодня выпуски. Решается вопрос воздействия уголовного дела. В полной темноте на трассе под Орлом насмерть сбили мужчину. Полицейские ищут свидетелей происшествия. Куда обращаться? Ахмат Хаджи Кадыров сыграл очень важную роль в самый переломный момент истории. Гордость нации. Отловчанам представили фотовыставку в честь 70-летия Ахмата Кадырова. Чем интересна экспозиция? Хотелось бы, конечно, узнать мнение всей общественности. Страсти по монументу. В Ливнах разразился скандал относительно места установки памятника Николаю Чудотворцу. Одни отправляют его на окраину, другие в центр города. В чем причина? Запланирована установка пешеходных ограждений. Закатали в асфальт. Разворотное кольцо ремонтирует у депо трамвайно-троллейбусного предприятия. Средства изыскали благодаря реализации муниципальной программы. Во сколько обошлись работы? Генеральный партнер программы «Главные новости» СМП «Банк». Жертва ДТП – пешеход. Накануне вечером под Дмитровском погиб мужчина. Фабулу этой аварии полицейским придется выяснять в ходе уголовного расследования. Наезд случился в темное время и остался темной историей. Почему, расскажет Аван Суверин. Погибший мужчина средних лет нашел свою смерть неподалеку от въездной стелы Дмитровска. Двигался он со стороны города или напротив шел по направлению к райцентру. Пока наверняка неизвестно. На автодороге Москва-Киев-Камаре 6 литров с промы. На 49-м километре в 21 час 40 минут неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на неустановленного пешехода, который двигался по проезжей части в темное время суток. В результате ДТП от полученных травм пешеход скончался на месте. Решается вопрос возбуждения уголовного дела. Труп на СМЭ, машину в отдел. Один автомобиль уже изъят в качестве вещдока. Правда водитель «Жигулей» 6-й модели свою причастность к инциденту и не отрицает. Вот только говорит, пешехода сбили до него, а он лишь переехал безжизненное тело. Передед я прямо сидел. Я шел на ближнем суслете сюда. Но я даже ничего не видел. Я зашел, как она мне тнула и еще. Потом я уже только выключусь в дальний свет. Вот он. Перед вами оказался, да? Да. Я по тормозам. И право, по ночам. Ну, человек лежал без движения на дороге? Да, без движения. Ни вмятин, ни сколов, которые обычно оставляют на кузове сбитые пешеходы, полицейские на «Жигулях» действительно не нашли. Теперь предстоит обследовать дно и подвеску. У погибшего сняли отпечатки пальцев. Судя по тюремным накокам, его дактилоскопическая карта должна быть в базе МВД. По словам местных полицейских, этот участок межмуниципальной дороги местом концентрации ДТП никогда не являлся. А в этом году это и вовсе первая авария. Пролить свет на темную историю, по словам стражи порядка, в данном случае могли бы свидетельские показания. Всех возможных очевидцев данного происшествия просьба обратиться в 8-48-64-92-15-73 в дежурную часть МВД России под метровскому району. Либо по телефону 102. Конфиденциальность гарантируем. Теперь все силы Дмитровского райотдела придется бросить на поиски вероятного виновника наезда и его автомобиля. Без них истинный по делу не дознаться. Иван Суверин, телеканал Первый областной. Сразу два происшествия в Орловских парках попали в поле зрения регионального следственного комитета. Из-за попытки закурить в городском парке культуры отдыха, 40-летний орловчанин попал под уголовную статью. Когда к мужчине с сигаретой направились полицейские, он затеял с ними потасовку и теперь будет судим за применение насилия к представителю власти. Не желая быть привлеченным к административной ответственности за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, причинил телесные повреждения и физическую боль сотрудницы патрульно-постовой службы МВД России по городу Орлу. После чего пытался скрыться с места совершения преступления. Однако был задержан сотрудниками полиции. Другое ЧП случилось в детском парке. Там подросток, играя на газоне, серьезно поранил ногу. О происшествии в соцсетях сообщила мама пострадавшего. 13-летний мальчик получил травму голени, наткнувшись на металлический пруд, расположенный на одном из газонов детского парка города Орла. Следствием будет дана правовая оценка действиям или же бездействия должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания объектов детского парка города Орла и обеспечения безопасных условий отдыха детей. ТТП Орла празднует маленькую победу. Разворотное кольцо для транспорта и площадь перед троллейбусным депо заасфальтировали. Все предыдущие годы состояние этого места вызывало негодование. Как жителей, так и водителей подвижного состава. Благоустройство стало возможным в рамках муниципальной программы. Сколько потратили средств? Выяснял Олег Рудаков. Территория возле троллейбусного депо всегда была стратегически важной для предприятия. Здесь разворачивались троллейбусы, они заезжали в депо, выезжали из него. И из-за этого износ дорожного полотна здесь был очень велик. Потом еще появилась остановка общественного транспорта, что тоже добавило грузовой нагрузки на асфальт. И вот в этом году эту площадь принято решение отремонтировать. Здесь заасфальтируют более трех с половиной тысяч квадратных метров. Депо построили в 1968 году. Последние десяток лет дорожным полотном здесь занимались от случая к случаю. Правда, пару лет назад новый асфальт здесь все же положили, но уже в первую весну он сошел на нет. Теперь вот решили подойти к этому глобально. Запланирована установка пешеходных ограждений, ну, огораживающих вот этот участок на перекрестке. И площадочки, где переход, и где на Денисе завод будет этот уголок, который тот же самый будет устроить. Ну, потом соединить это все асфальт. Городской казни этот ремонт обойдется более чем в 4,5 миллиона рублей. Деньги выделяются из Дорожного фонда Орловской области. Ежедневно из ворот депо на городские маршруты выходят 25 троллейбусов и 45 автобусов. И довольно часто здесь случались поломки из-за плохого состояния дороги. На предприятии надеются, что теперь этого удастся избежать. Для нас это огромный плюс, потому что большинство нашего транспорта – это низкопольный транспорт. Учитывая, какие здесь были ямы, эксплуатировать его мы здесь не могли. Поэтому троллейбусы и автобусы было решено пустить по московскому шоссе, из-за чего жители микрорайона были обделены остановочным пунктом. Единственная проблема, о которой говорят на предприятии, это то, что, возможно, эта площадь будет заливаться водой, вода не будет уходить. Здесь всего лишь две ливневки, два отверстия. Одно немного, скажем так, подзакатано в асфальт, но, возможно, его прочистят. Вторая находится чуть дальше. Помогут ли они для того, чтобы здесь не скапливалась вода, покажут первые дожди. Больше 300 дополнительных метров приходилось топать до остановки транспорта, проживающим поблизости. Теперь все изменилось, удобство налицо. А раньше, когда остановки не было и все было разбито, как вам было? Очень далеко было ходить. Да, далеко остановка. А здесь близко, нам удобно. То есть вы ходили туда, к Алеше, да? Конечно, оттуда пройдите. Жаль, они говорят, что вы стоялись с больными ногами. Срок полного окончания работы этого участка и прилегающих территорий – октябрь месяц. Автобусы уже делают здесь остановку, а троллейбусы начнут забирать пассажиров буквально через несколько дней. Сейчас ведется проверка контактной сети. Олег Рудаков, Влад Кольцов, Телеканал «Первый областной». Партнер программы «Главные новости» – Брянский мясокомбинат. Жители трех улиц в деревне Образцово Орловского района уже несколько месяцев испытывают перебой с подачей воды. Появляется она в кранах только около двух часов ночи. К проблеме местные жители привлекли активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта. Подключились к ее решению и сельские депутаты. Какой выход предлагают из сложившейся ситуации узнавала Алина Казакова. Днем у Образцовцев сухой закон. Воды нет уже четыре месяца. Жалобы жителям местным властям безрезультатны. Решить проблему никто не спешит. Обращались неоднократно в администрацию Орловского района, в областную администрацию, непосредственно директору МУП ресурса, который обеспечивает подачу воды, от которой мы зависим. Все в один голос говорят, какой-то расход большой воды и так далее, и тому подобное. Раньше мы верили в это дело. Открывают фронт. Если вода пойдет, то дома уже она не будет. Все. Воды нет. Проблемы с водоснабжением, как считают жители, начались после того, как зимой в деревне открылся рыбный цех. Вчера, в пятницу, в субботу, в воскресенье мы коллективно с жителями обследовали улицы. Потому что никто не занимается, мы только сами. Мы ходили по улице Садовой, с трехэтажных домов люди, с этой же нашей Котова, по нашей полностью ветке. После рыбного цеха, рыбный цех шурует вода, после рыбного цеха резко ни у кого нет воды. Такая история всей нашей ветки, после рыбы. А рыба находится возле скважины, без накопительной башни. Жители трехэтажек на Садовой улице также днем сидят без воды. Подают коммунальный ресурс только в ночное время. Психическое состояние здоровья просто невозможно. Мы ночами не спим, мы как зомби встаем каждый час, пытаемся открыть кран, чтобы хотя бы набрать ведро воды, чтобы струечку эту дождаться. И вот всю ночь в два, в три тыркаемся к этому крану. Ну ничего не получается у нас. По словам Елены Сериковой, поводу ходить местная власть жителям предложила к уличной колонке. Располагается она в нескольких километрах от их домов. Пожилым преодолеть это расстояние с полными ведрами не по силам. А о подвозе воды и речи не шло. Вот на кухне тоже вот стоят баночками на придушке с водичкой, с розовой. А вот утром поела и стоять. Думаю, может дадут, может дадут, может дадут, может дадут. Вот, а ее нет. Разобраться в проблеме попытались представители Общероссийского народного фронта. Пообещали, приложим все усилия. Мы также обратимся в администрацию Орловского района, чтобы они организовали подвоз воды утром и вечером. И чтобы жители понимали, во сколько машина какая и где будет, чтобы они могли брать эту воду. Конкретно что сделала сельская администрация, я вам расскажу. Мы оформили одну скважину из бесхозных, включили ее в реестр соответствующий. Сейчас решается вопрос подключения этой скважины к общей системе, чтобы немножко увеличить давление. Это за улицей Мира скважина. У депутата Образцовского сельского поселения Александра Черных свое видение решения проблемы. Он предлагает полностью поменять сеть водоснабжения в поселке или врезаться в городской водовод. Только в этом случае у жителей будет бесперебойное водоснабжение, как зимой, так и летом, и днем, и ночью. Алина Казакова, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Место установки памятника святителю Николаю Чудотворца выбирают в Ливнах. Где разместится монумент, неизвестно. Мнения жителей разделились. Представители епархии видят его в центре города. Общественники предлагают подыскать другие варианты. Все за и против, знает Наталья Балашова. Сидячий? Чего? Сидит. Кто? Ну, мужик этот твой. Ой, деревня, а? Ну, ты даешь. Кто же его посадит? Он же памятник. Культовую фразу из джентльменов. Удачи в Ливнах переначали. Говорят так, он же памятник, где же его поставят? Начались дискуссии после того, как представители местной епархии выступили с предложением установить памятник Николаю Чудотворцу. Личность Николаю Чудотворца для православных ливенцев всегда была очень значимой и особо почитаемой, потому что в связи с тем, что и по молитвам к святому угоднику во все времена происходили множество чудес и исцелений. Проект разработал заслуженный художник России-скульптор Олег Молчанов. Именно он выступил автором нашумевшего памятника Ивану Грозному в Орле. А установить памятник Николаю Чудотворцу собираются на средства мецената. Одним из предложенных мест для установки памятника святителю Николаю Чудотворцу стала улица Карла Маркса. Здесь установить памятник предлагают вместо бюста Поликарпова. Вторым вариантом рассматривают площадь Победы. Здесь установить памятник предлагают рядом с Сергиевым кафедральным собором. Это место инициаторы установки памятника святителю Николаю Чудотворцу считают наиболее подходящим. Ведь рядом с ним располагается вечный огонь, памятник воинам-освободителям и памятный знак «Населенный пункт воинской славы». Но пока общественность не поддержала ни один из предложенных вариантов. После общественных обсуждений 16 июля ливенские активисты предложили провести повторное голосование среди местных жителей. «Хотелось бы, конечно, узнать мнение всей общественности. Именно поэтому мы сделаем помимо этого сбора подписей в поддержке этого сбора разные другие способы подать свой голос за или даже против. Присоединяться скоро общественной организации к сбору подписей. Тем самым очень важно узнать мнение каждого жителя нашего города». «Памятник необходим. Так как Николай Чудотворца очень уважает на Руси святого, тем более возле церкви в этом месте, мы полагаем, что необходимо этот памятник поставить». «Тем более около церкви, в Сергиевской, тут вообще ничего нету, я так считаю». А вот в соцсетях вопрос установки памятника вызывает неоднозначное мнение. В комментариях к посту кипят страсти. «В Ливнах что? Деньги уже совсем некуда потратить». «На площади Победы нужно увековечить память отдавших жизни за эти земли». «Зачем мне это, если на эти деньги можно сделать площадки детям?» «В каком же месте будет установлен памятник? Пока ответа на этот вопрос нет. Решение примут по итогам повторного народного голосования». Наталья Балашова, Андрей Погасян, телеканал Первый областной. «Барс» в эфире «Экспресс-радио Орел». На 104FM для радиослушателей звучал доклад областного военкома Дмитрия Примака о боевом армейском резерве страны. Это своего рода набор запасников, которых в первую очередь призовут в строй, например, при угрозе вооруженного конфликта. Но даже тогда первыми задачами для «Барса» может стать охрана и оборона особо важных объектов, поддержание правопорядка или при других обстоятельствах, ликвидация последствий стихийных бедствий. В роликах, приглашающих записаться в «Барс», могут показываться всякие удальцы, но по факту военкоматы будут иметь дело даже с представителями старшего возраста, потому что в «Барс» зовут уже отслуживших бойцов и офицеров. Таких резервистов после отсева и заключения контракта будут готовить на ежегодных военных сборах, да еще и платить за это. Подготовка по тактике стрельбы и обращению с техникой. За подробностями просим обращаться в военкоматы и в сообщество «Экспресс-радио Орел» во ВКонтакте. Сегодня в ряды Орловского союза журналистов вступил наш коллега-корреспондент телеканала «Первый областной» Сергей Буковский. В 2020 году он стал призером конкурса журналистов России, приуроченному к 75-летию Великой Победы. Фильм Сергея «27 кривцовских панфиловцев» занял второе место. О чем они, панфиловцы? Их 28 было, нас 27. Так и учет по танкам должны вести на одного меньше. Помимо нашего коллеги, в объединении появилось еще три новых члена. Впервые за пандемийное время мы смогли собраться в оффлайн-режиме наконец составом управления Союза журналистов России, регионального отделения. И собрались мы по очень важному для нас поводу. Мы принимали в него новых членов. Что характерно, это не новички, не молодые журналисты. Это давно уже работающие в журналистике люди. Уникальная фотовыставка, аналогов которой в нашем регионе еще не было, накануне открылась в Орле. Экспозиция посвящена 70-летию со дня рождения политического и религиозного деятеля первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. Праздничные торжества, приуроченные к этому событию, в эти дни развернулись по всей стране. Не стало исключением и наша область. О том, что ждет посетителей фотовыставки Ахмад Хаджикадыров, герой нашего времени, расскажет Анастасия Гришна. Кто-то его, мягко говоря, не понимает, кто-то боготворит. Кто-то считает его отцом нации, героем России и относится скептически. Одно верно, это тот человек, который точно не оставит равнодушным никого. Самый великий день нашей страны для чеченского народа с 2004 года окрашен в мрачные тона. 9 мая оборвалась жизнь первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова. В этом году известный политик отпраздновал бы 70-летний юбилей. С большим удовольствием приветствую всех участников сегодняшнего мероприятия в Орловской области. Как мы знаем, в эти дни в различных странах мира вспоминают первого президента Чеченской республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Здесь по крупицам собрана практически вся его жизнь. Учеба на комбайнера, поступление в медресе, семья, политик и простой человек, отец. Эта выставка – еще одна возможность понять горцев, приоткрыть для себя завесу тайны об этом самобытном народе через призму жизни Ахмата Кадырова. О таких людях в этот период как раз очень важно говорить, потому что Ахмад Хаджи Кадыров сыграл очень важную роль в самый переломный момент истории, когда нужно было объединить людей, и он выбрал этот путь. И, как Владимир Владимирович говорит, он погиб 9 мая, но погиб непобежденным. Потому что, понимая, что, возможно, его могут убить, он продолжал работать в интересах народа. Эта выставка – еще один шаг к сближению двух столь непохожих регионов. Орловщина и Чеченская республика еще на минувшем международном экономическом форуме подписали договор о сотрудничестве. Теперь взаимоотношения обещают пойти в гору. Сегодняшнее мероприятие, которое мы проводим, оно приурочено к его 70-летию и носит характер укреплений межнациональных и межрелигиозных отношений двух народов, которые проживают в Орловской области и в Чеченской республике. Представленные работы и симбиоз – труда нескольких учреждений культуры. Отбором снимков занимались обе стороны. В этом нам помогал мемориальный комплекс Ахмар Хаджи Кадырова, который находится в Грозном. Это совместная работа между Музеем изобразительных искусств Орловской области и Грозенской, то есть совместный межнациональный проект. Орловская область стала отправным пунктом следования в фотовыставке. Посетить ее можно по адресу улицы Салтыково, Щедрина, 36, до 17 сентября. Анастасия Гришина, Андрей Борискин, Телеканал Первый областной. Сегодня около 50 воспитанников спортивных организаций развернули 25-метровый триколор на стадионе имени Ленина. Эта акция проводилась в преддверии Дня государственного флага России. Юные атлеты и футболисты объединяют желание участвовать в акции своей любовью к Родине, ее символу. Флаг наш состоит из трех цветов – белый, синий, красный. Мы чтим нашу Родину, любим ее, как настоящие патриоты. Мы решили развернуть флаг на нашем стадионе. А 22 августа, в это воскресенье, в Орле планируется масштабное празднование Дня государственного флага. Организаторы обещают флешмобы, конкурсы рисунков, выставки, автопробеги. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obl1.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 104.fm. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выбирайте сами. Брянский мясокомбинат. Всегда вкусно. Орловский кабельный завод приглашает на работу. Операторов на линию. Заработная плата от 30 тысяч рублей. Укладчиков-упаковщиков. Зарплата от 30 тысяч. Лаборантов. Зарплата 28 тысяч. Грузчиков. 25 тысяч. Готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы? Звоните. Плюс 74862-4424-51. УМВД информирует. Как не стать жертвой мошенников? Как действуют злоумышленники? Неизвестные представляются работниками банков, сотрудниками правоохранительных органов и сообщают о подозрительных операциях на счетах жертвы, снятии или переводе денег, взятии на ее имя кредита. А далее настоятельно рекомендуют перевести деньги на безопасные счета или взять кредит. Не верьте. Это мошенники. Запомните. Ни один работник банка или сотрудник правоохранительных органов никогда не даст таких рекомендаций, не будет побуждать перевести деньги и не имеет права запрашивать информацию, позволяющую получить доступ к счетам или банковской карте гражданина. Не выполняйте никаких действий и положите трубку. Обратите внимание. Злоумышленники могут использовать подменные номера, принадлежащие официальным организациям. Современные технологии позволяют это делать. Перезвоните в банк или полицию по номерам телефонов, указанным на карте или официальном сайте, обязательно набрав их заново собственноручно. Во всех ситуациях, вызывающих сомнения, позвоните людям, которым доверяете, или в полицию по номеру 02 или 102 и проконсультируйтесь с сотрудниками. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на Первом областном, и о ней вам расскажу я, Ростислав Билок. В России существует много интересных праздников. Есть и такой день рождения русской тельняшки, который отмечается 19 августа. Хотя он не является официальным, но у людей, связанных с флотом, весьма популярен. Особенно широко день тельняшки празднуют в Санкт-Петербурге, где энтузиасты отмечают его как особое, уже традиционное событие. Кстати, тельняшку носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин. А теперь о погоде в нашем регионе. Достаточно пасмурным будет четверг. В Амценске днем плюс 21, небольшой дождь, ночью похолодает до плюс 15. Небо по-прежнему будет в облаках. В Ливнах днем плюс 26, облачно с прояснениями, ночью до плюс 17, вероятен дождь. В Болхове днем прохладно, плюс 21 градус тепла, небольшой дождь, ночью плюс 16 и также с осадками. В Орле днем плюс 21, местами дожди, ночью температура опустится до плюс 16, будет пасмурно. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Погода приближается к осенней, поэтому не забывайте следить за здоровьем, а мы, команда Первого областного, будем держать вас в курсе событий. Всего доброго. Компании Ритуал-Сервис исполняется 21 год, и в связи со своим днем рождения принимаем заказы на памятники из карельского гранита со скидкой 21%. Подробности по телефону 44 45 46 или в наших филиалах. Адреса филиалов на сайте ritualdefisservice57.rf